Всех приветствую. Когда-то давно у меня на канале было видео о том, что кто-то мои видосы перезаливал и добавлял вредоносные ссылки в описании или в комментарии. Ну вот люди интересуются, а можно ли заразиться вирусом, если просто посмотреть видео на ютубе и никуда ни по каким ссылкам не переходить. Ну давайте попытаюсь ответить на этот вопрос. Для начала немного упростим схему и выкинем из нее ютуб. Можно ли заразиться, просто посмотрев какой-нибудь видеофайл у себя на компьютере? В принципе да, это возможно. То есть для этого должен быть какой-то злоумышленник, который тем или иным образом встроит какой-то вредоносный код внутрь видеофайла. А это возможно. Не спрашивайте меня как, точно я не знаю, но просто знаю, что это можно сделать. Ну а далее на компьютере жертвы этот файл должен быть открыт видеоплеером с какой-то уязвимостью, которая позволит этот код выполнить, ну и таким образом произойдет заражение. Но вот можно ли что-то подобное провернуть с ютубом? А вот тут уже все гораздо сложнее, потому что когда видеофайл загружается на ютуб, он же не идет непосредственно к пользователю. Он сначала проходит конвертацию и конвертируется в несколько форматов с разными кодеками, с разным разрешением, битрейтом и так далее. Следовательно, вредоносный код внутри видеофайла должен как-то пережить эту конвертацию и попасть уже в конечный итоговый результат. А вот это уже практически нереально. Хотя в программном обеспечении, занимающемся перекодировкой, тоже могут быть какие-то уязвимости. Вот иногда их даже находят, но в целом это очень маловероятно, чтобы вирус прошел через конвертацию, причем в разные форматы, и после этого еще попал на компьютер жертвы, и там еще должна оказаться какая-то уязвимость, которая позволит ему выполниться. Ну, в общем, это все крайне маловероятно, особенно учитывая, что люди смотрят видео с разных устройств, с разными операционными системами, браузерами и так далее. В общем, если просто отвечать на этот вопрос, можно ли заразиться вирусом через ютуб, то, я бы сказал, это не невозможно, но в реальности такое вряд ли вообще когда-то произойдет, это очень маловероятно. Чего нельзя сказать о каких-то малоизвестных сайтах, например, с бесплатными какими-то фильмами пиратскими и тому подобным, с кучей рекламы и вот это вот все. Ну, я думаю, вы знаете такие сайты. Вот там, конечно, риск гораздо выше. Ну и то, заражение в основном происходит не через видеофайл, а через саму веб-страницу этого сайта, через какие-то скрипты на ней, ну или можно просто попросить пользователя сделать какую-то глупость. Ну вот раньше, например, для этого часто просили обновить флешплеер, типа, видео не воспроизведется, пока не обновишь флешплеер, но ссылка на обновление, понятно, ведет не туда, куда надо, а на какую-то гадость. Вот так люди и заражались в основном. Сейчас флешплеером никто не пользуется, но можно, например, попросить пользователя обновить браузер или что-то такое сделать, но вот этим мошенники пользуются до сих пор довольно-таки успешно. Так что самое главное, не делайте глупости, не переходите туда, куда не надо, и все будет в порядке. Ну, отвечая на вопрос про YouTube, ну, заразиться вирусом через YouTube, как я уже говорил, крайне маловероятно. Субтитры сделал DimaTorzok